у нас 15 05 время 10 все уже на своих рабочих местах у нас с оливкой тут тренинг по кадрам отдела производства покажи всем свой зуб у меня возникли новые проблемы с зубами у меня стерлась правая надкусочная пломба не очень сильно но клык у меня уже упирается брекету и я звоню в больницу мне говорят но врача для вас подходящее время есть только 25 мая через неделю я думаю что я нужно все зубы свои сломать быстрая реакция абсолютно отсутствует этим я сильно недовольна нужно почему-то всех достать название быть утром днем и вечером и тогда люди понимают но когда у меня есть желание у меня все таки получается что-то готовить здесь яички шпинат сырок помидорка соль перец я надела линзы не выдержала у меня была безлинзовая диета практически полторы недели потому что у меня глаза очень плохо слезятся они засохли были супер красные я вот сейчас надела последнюю двухнедельную пару если сейчас у меня опять будет на них не очень хорошая реакция перейду опять на однодневные линзы они более мягкие а подготовилась еще быть собеседование здесь рубашка а здесь шортики но вставать не придется я вышла на обед солнце светит я в очечих балахоне но я подмерзла мне сейчас было открытое окно дома и меня прям так это сдуло я была у врача со мной все хорошо просто профилактический осмотр была просто детском отделении у них не все врачи работает во взрослым поэтому была в окружении слоников гиппопотамиков всех остальных сопутствующих ребят хочу кофе выпить обещала же себе пить кофе один раз в день но для меня врачи это такой стресс даже если ничего страшного со мной не делаю до сюда награжу кофеином не получилось не купить кофе потому что на мне девушка поставила машинку очищаться ну что значит не судьба я приехала в детский мир нам нужно найти подарок короче замок гарри поттера лего 31000 карл и это еще не предел ламборгини 77 хотите хотите я пока ходила по магазинам купила себе наклейки из гарри поттера сейчас я здесь вот мои наклейки я собственно купила из-за жилоклота из-за этих розочек красивых и летухионы какие мощные телескопы вот это вообще огромные вот это вот малыши ну гарри поттер интересный мир но мы исполняемся к телескопу короче мы купили телескоп мы его купили как будто я его себе купила такой классный какой закат московские закаты я буду в каждом влоге вас радовать такими видами идеальными и я теперь я буду вас радовать видами широких фронтал или как это называется правильно второе утро у меня вторник я иду на работу я уже даже иду в пиджаке а это значит что у нас сегодня днем плюс 25 даже будет я даже волосы сегодня не сушила членом я домой с работы сегодня неслась как угорелая делала себе салат такой вот с авокадом с авокадом с редиской салатом и мне позвонили из моей школы вокалов и сказали что моя учительница заболела и она отменяет занятия знала бы я раньше я бы так не строгала свой салат хлеб вообще пушка бомба хотя у меня правило на ночь хлеб не есть но с салатом можно с орехами я сходила на работу уже пришла с работы немножко так устала но хотела сказать как все таки важно следить за сном и вообще за образом жизни я сейчас стала высыпаться ложусь где-то в 11 ну максимум в 12 просыпаюсь в 7 если работаю из дома в 8 и вообще сна не в одном глазу опять таки возможно это кончилась зима и солнце светит но и все таки режим именно сна и правильного питания мне помогает я практически отказалась от сладкого беру свои слова обратно я съела одно мороженое на подходе второе мороженое сегодня моя диета дала сбой я за 2 недели похудела на 200 грамм я была пятьдесят четыреста сейчас я пришла с работы пятьдесят двести но с мороженым анигири и так далее я сейчас наберу все эти двести грамм а то и четыреста все я наелась отвалилась мне еще нужно идти индейку коту варить мне так неохота я сегодня работаю из дома со следующей недели у меня два дня из офиса и потом все у нас удаленка я даже из офиса уже свою кружечку принесла это неделя сегодня пятница у меня была просто эмоционально безумно напряженная у нас на этой неделе был стационарный меркурий а это значит куча нерешенных вопросов или знаете такая вот вязкость все как-то вот откладывается не решается и у меня было три вопроса подвешенных в воздухе это а отпуск б вопрос с зубом и третий вопрос даже на следующей неделе работаю из дома чтобы согласовать встречу и сегодня один вопрос решился вчера второй тоже вчера начал разрешаться и в общем сегодня все решилось как в этих ситуациях просто ловить дзен на пути чтобы научиться ловить дзен всегда но как говорят психологи от всех эмоций избавиться нельзя эмоции это наш триггер маячок и вообще мы на них ориентируемся и они нам сигнализируют даже плохие когда что-то не так и что нужно корректировать а ваши котики так складывают ручки зорчат что ты подглядываешь выходные начались я сегодня направляюсь к стоматологу я все-таки до нее дописалась я не стала больше звонить в клинику я напрямую написала врачу и сказала что у меня все плохо и вуаля на следующий день я попала к врачу и сегодня я еще иду в оперетту на Анну Каренину к моему стыду я признаюсь я не читала Анну Каренину я знаю сюжет но подробностей кто что чувствовал как там все это дело происходило я не знаю так ну что ж я приехала позажала дом вот сюда я приехала а я наверное немножко с другой стороны приехала вот точно тут еще и бассейн есть ой продукты ну в продукты это я попала что слушайте моя ортодонт просто золотая мне она так нравится поставила она мне мои вот эти вот кнопки это вот от кусочной пломбы мне поставили чейн вниз сюда не видно короче он будет теперь мои зубы собирать у меня там стоит пружина они два зуба вставляют а чейн теперь будет передние зубы собирать потому что они у меня уже разъехались не так надо было она все еще знаете так быстро делает так грамотно такая что-то посмотрела раз-раз сделала и белые мне резиночки тоже сверху поменяли ей нужно быть на театральной и я думала что я сейчас поеду и буду походному ряду ждать мне нужно полтора часа походить но я тут нашла кунцево плаза здесь достаточно неплохо сейчас зайдите поем выпью кофе зайду в магазин так мне надо сюда и золотое яблоко мне нужно мне вообще нужны тетрадки но у меня с собой небольшие сумки вышла я из золотого яблока не знаю знаете может это просто тут магазин такой либо они подпортились все как-то так разбросано небрежно как не знаю даже в летуаль лучше по расстановке как будто какая-то помойка ну честно манга тут есть вон там вайкики есть а тут кстати как-то раз проходило собеседование меня даже туда брали вайкики сделали офер но я им отказала потому что у него был безумно некрасивый офис он был какой-то вообще в коробках туалет вообще непонятный был страшный вонючий и я им отказала а в магазине разу не была я нашла крошку картошку прекрасный оптимальный фастфуд я взяла картошечку на масле и наполнитель брынзу кроп ой ну вот почти не литья случилось? мы прибежали не повыше у нас у нас амфитеатр мы поднимаемся выше на первом тоже такая очень длинная в туалет я надеюсь что я найду еще один но мне чувство ой я нашла пуфет я у нас артракт ну что ж в принципе картинка красивая но по ощущениям как будто что-то не доработает во-первых поют не очень хорошо и передо мной сидит одна дама и ее голова мне постоянно мешает и мне приходится с одной стороны в другую сторону вот так вот метаться прекрасно мы нашли мужской а это мужской прекрасно у нас спектакли пришли брэдбокс в общем у меня под тай лапша с курицей у нас у нас более поли поли лапша лапша невкусная медведь невкусный суши невкусные туалет грязный а цены знаете как в нормальных ресторанах москвы из-за этого получаете все невкусное мы тогда больше не пойдем хотя синего бы медведя я съела ну так знаете для антуража приплыли у меня после активации заболели зубы вообще уже ничего не хочу каренина короче мой отзыв такой костюмы красивые танцы неплохие пели не очень хорошо вокал меня не удовлетворил я конечно не ценитель классической литературы и постановок потому что сюжеты там абсолютно не соответствует нашему времени то есть я не могу нормально смотреть адекватно когда меня что-то триггерит что именно мне там не понравилось там показывают что вот общество их осуждает что они там значит полюбили друг друга ее осуждают больше потому что она женщина она там вынуждена бросать ребенка ее престарелый муж забирает от нее ребенка потом значит этот Вронский идет строить карьеру она бедная сидит в этой золотой клетке дома ее никуда не выпускают в общество потому что общество ее загнобит он уже понятное дело подостыл не то чтобы любовь прошла а может и прошла напишите в комментариях что у них там в любви произошло она к нему бежит ну по крайней мере в мюзикле бежит к нему на работу и говорит Вронский ты что меня разлюбил короче представляете вы работаете в офисе а к вам прибегает женщина и говорит алё я здесь уделю мне внимание вот а он там тоже говорит что типа я так больше не могу ты села мне на уши она бедная всю жизнь прошла бежит под поезд по-хорошему короче всем нужна психотерапия индивидуальная семейная ей потому что у нее там присмертные мысли Вронскому тоже чтобы он разобрался со своими отношениями с матерью которая ему там натюкивает муж ее вообще какой-то полностью старый тиран там все психически какие-то больные вот это мое мнение я сидела смотрела на это все и не могу я смотреть на искусство и на красоту когда сюжет абсолютно тупой ну или который не соответствует нашему времени конечно сейчас такие ситуации у людей тоже случаются но я надеюсь что они более осознанно ко всему подходят и по крайней мере под метро не каждый бросается у нас у меня воскресенье я сидела дома ничто не предвещало беды и тут меня позвали в музее востока пойдем смотреть на восточные сказки я бегу не смогу сказать что я опаздывала на сеанс в пять но я тык впритык я доехала до музея конечно не без приключений я перепутала автобус ехала на метро тащилась вся смокла ну в общем я уже на месте и мы в зале африки музей кстати такой большой здесь три этажа это куки маржа мы уже на первом этаже начинается экспозиция на втором потом идешь на третье потом спускаешься вниз тут столько всяких интересных экспонатов все такое разноцветное мне нравится я бы сюда пришла бы с экскурсией потому что одному теряешься немножко